Друзья, всех приветствую на торговой сессии пятницы, заключительном торговом дне этой недели. Впереди выходные, я с этим вас всех поздравляю, обязательно проведите их хорошо, потому что в понедельник жду вас всех снова с хорошим настроением. Впереди у нас много отчетов, много событий и обязательный контроль, опять же, за тем фундаментом, который ранее сложился. Потому что от того, как верно мы будем его интерпретировать дальше, насколько верно мы будем адаптироваться под этот фонд, будут зависеть, собственно, результаты по нашим долгосрочным торговым позициям. Ну что, давайте крупными мазками снова пробежимся по финансовым активам и посмотрим, можно ли еще чего-нибудь урвать под закрытие текущей недели. Brent 2585 идет небольшое восстановление. Я, друзья, по-прежнему уверен в том, что еще не стоит полагаться на уж 100% на развитие дальнейшего восходящего движения. Рановато еще, потому что те проблемы, которые ранее отправили котировки ниже 20 долларов за баррель по Brent, эти проблемы остались. Рост, как мы вчера с вами определились, стал следствием решения Трампа и фактически данные полномочия для своего военного контингента топить иранские корабли в случае опасного сближения их с американским флотом в Персидском заливе и Аманском проливе. Речь идет о Ближнем Востоке, речь идет о вероятности эскалации геополитической напряженности конфликта между США и Ираном. Это традиционный фонд, который, разумеется, поддерживает котировки нефтью, потому что вообще в этих новостных сфотках фигурирует Персидский залив. Это нефтяная, главная нефтяная артерия, через которую проходит треть мировых экспортных поставок углеводородов. Психологически, безусловно, нефть получила поддержку. Давно не было позитива и в данном случае трейдеры нашли позитив вот в этом фундаменте. Но при всем уважении к нему мы с вами не раз работали с Ближним Востоком как рисков. И быстро проходит этот позитив и в итоге трейдеры возвращаются к тем тенденциям, которые ранее были определяющими. А для рынка нефти сейчас это падение спроса. Друзья, рост предложений, отсутствие места и мощностей для хранения, собственно, нефти. Именно, скажем, если обозначить весь этот негативный фон чем-то единым и одним, я бы сказал, что сейчас главный катализатор распродаж – это невостребованность углеводородов. И причем очень многие из инвестбанков дали оценку того, что сейчас происходит именно в плане расхождения баланса и спроса и предложения. Но в целом медиана, скажем, всех этих прогнозов указывает на то, что невостребованными сейчас являются от 15 до 20 миллионов баррелей в сутки. И пока мировая экономика не восстановится, не оправится от удара, кризиса, спровоцированного эпидемией, пандемией коронавируса, ситуация нифига не изменится, друзья. Поэтому для тех из вас, кто сохраняет короткие позиции, я вас не отговариваю, еще есть возможности снижаться. Если вы уже ищете точки для новых долгосрочных позиций, друзья, чуть-чуть еще осталось, и мы войдем в уже покупки и будем ждать возвращения к прежним максимумам. Прошу меня извинить, но я вынужден, опять же, сейчас констатировать небольшой фундаментальный негатив. Как вы знаете, ранее финансовые рынки на прошлой неделе активно росли, в том числе и благодаря сообщениям о том, что экспериментальный препарат от коронавируса, Ренди Сивер, он вроде бы как помогает бороться с коронавирусом. Но вот вчерашние сообщения о том, что испытания были провалены, вернуло на рынок негатив и заставило трейдеров снова задуматься, а удастся ли вот быстро в ближайшие сроки месяц-два победить все-таки коронавирус. Не хочу в этом плане уходить в какие-то пессимистические прогнозы. Я очень надеюсь, что в конце концов со всем этим удастся справиться, и мы с вами вернемся к более привычным фундаментальным, скажем, триггерам, которые разбирали до того, как мировая экономика оказалась во власти пандемии. По другим активам доллар, индекс американской валюты стоит 6, здесь, друзья, только покупки, заявки на пособие по безработице. Вчера, как и ожидалось, показали очередной прирост, плюс почти 4,5 миллиона, поэтому получается, что за последние 6 недель без работы, уже на основании этих данных, остались 27 миллионов человек. Друзья, есть вот такая математика, хотите как бы полагаться на нее или нет, ну это вам решать. На текущий момент доля экономически активного населения в США составляет примерно 90 миллионов человек. Если из этих 90 миллионов убрать, скажем, людей в возрасте от 18 до 65 лет, домохозяйки, студенты и пенсионеры, которые не входят в рабочую силу, то есть это примерно треть, Получается, что доля экономически активного населения-рабочей силы в США составляет 60 миллионов человек. И возвращаемся к тому, сколько безработицы осталось, 27 миллионов, то есть фактически 30 миллионов, сопоставляем с 60, и получается, что реальный уровень безработицы в США сейчас почти 50%. Поэтому я хочу обозначить пословицу такую, когда американская экономика чихает, мир простужается. Наверное, положим в основу заглавия сегодняшнего брифинга. Это все, друзья, к тому, что не нужно отказываться ни в коем случае, не нужно отказываться сейчас от сделок, которые предполагают уход в защитные активы. И доллар, он относится к числу таких инструментов. Индекс американской валюты постепенно растет, дальше будет еще выше. Золото 1724, очень скоро доберемся до цели 1750. Биткоин также растет 7515, цели 8200. Вместе с золотом они действуют в синхроне. Евро против доллара продолжает снижаться 1.0771. Посмотрите, друзья, на данные по активности производственного сектора Германии еврозоны. Вы убедитесь в том, что там рекордный спад. Собственно, вчера состоялась встреча глав Евросовета, Еврогруппы для того, чтобы согласовать новый пакет экономической помощи. Не договорились ни о чем, друзья. Даже не согласовали тот транш, который мы с вами предполагали, там хотя бы на 750 миллиардов. После этого Бэнков Америка пересмотрели свои прогнозы по паре евро-доллар. Теперь новая цель с 1.05 ушла на 1.02, и я разделяю прогнозы. Друзья, туда и пойдем. Фунт против доллара. Вот здесь завидная стойкость. Не совсем понимаю, почему фунт еще не стоит там ниже отметки 1.20. Странно. Ну, надеюсь, что это какой-то временной лах перед, опять же, последующим обвалом. Производственный сектор вчера 32,9 с 47,8 сфер услуг, там еще хуже 12,3 с 34,5. Тоже рекордный спад. Вот эти цифры, они уже указывают на то, что во втором квартале британская экономика потеряет больше 15%. И это открывает дорогу для доп. мер экономического смягчения. Я думаю, что Банк Англии может предложить их в перспективе чуть ли не ближайших двух недель. Сегодня, вот уже совсем скоро, роничные продажи по Англии. Посмотрите тоже сейчас на ожидания. Нас, скорее всего, цифры сегодня точно не порадуют. Да и не, скорее всего, а 100%. Там будет тотальный спад. Надеюсь, что хотя бы на это британская валюта отреагирует должным образом и пойдет вниз. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошего вам закрытия текущей недели. И увидимся, собственно, в понедельник. Всего доброго. До свидания.